МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня. Мы готовы рассказать о самых заметных событиях в студии Татьяна Штиллер. Вначале коротко некоторые темы выпуска. Кафе и рестораны могут работать без ограничений, а пенсионерам продлен режим самоизоляции. Губернатор внес очередные изменения в указ. Двигатели научного прогресса. Ученые Оренбуржья получают губернаторские премии. Соцвыплаты на новое жилье. 25 семей улучшат свои жилищные условия. 600 миллионов рублей для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Как можно распорядиться государственными деньгами, если остался без работы? То мороз, то оттепель. Погода на предстоящую неделю от синоптиков областного гидрометцентра. Снято ограничение с работы кафе и ресторанов, зрительных залов. А вот пенсионерам без острой необходимости лучше не выходить из дома. Губернатор Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса. Согласно документу, режим самоизоляции для оренбуржцев старше 65 лет продлен до 22 февраля. Сняты все ограничения по заполняемости залов и стадионов зрителями на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Разрешено проводить мероприятия в актовых и зрительных залах, в том числе и мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню воинов-интернационалистов. Церемонии возложения цветов у памятников не должны длиться больше получаса. При этом обязательным остается использование средств индивидуальной защиты и социальная дистанция. По 24 февраля запрещена работа ночных клубов, кальянных, торговых точек по продаже напитков на розлив. Также запрещается проводить банкеты и корпоративы. Поминальные обеды проводить можно, но только в объектах общепита с учетом размещения столов на расстоянии двух метров друг от друга. За столом могут находиться не более четырех человек. Объектам общепита разрешается работать без ограничений. Выздоровевших больше, чем заразившихся. По данным Федерального оперативного штаба, в Оренбуржье за сутки закрыли больничные листы 159 человек. При этом новых положительных случаев выявлено 143. К сожалению, 6 человек за последние 24 часа скончались с диагнозом коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 518 летальных случаев. Напомню, в регионе идет вакцинация против COVID-19. По данным Минздрава области, первым компонентом спутника ВИ привились почти 22 тысячи оренбуржцев. Ну а мы продолжаем, переходим к другим темам. 8 февраля отмечается День российской науки. Это сравнительно молодой праздник. В календаре он появился чуть больше 20 лет назад. В этот день чествуют тех, кто делает успехи в научной деятельности. Сегодня персональные стипендии и премии получают молодые ученые оренбуржья. В торжественной обстановке их выручает министр образования области. А накануне премии губернатора получили исследователи со стажем. Ольга Энгельс о тех, кто двигает науку вперед. Большой зал торжеств. Сегодня в качестве гостей особые люди – ученые. Их по праву можно назвать двигателем прогресса. Михаил Кучеренко сегодня получает награду за коллектив научных сотрудников Оренбургского госуниверситета. Они больше 10 лет изучают плазмонные наночастицы. Научное открытие позволит создавать миниатюрные устройства, разработка может быть использована в оптоэлектронике, военных технологиях и биомедицине. Нашей задачей было показать, что это направление, которое сейчас считается очень актуальным во всем мире, нам по силам разрабатывать и в наших условиях, в условиях Оренбуржья. Действительно, для этого есть специалисты в Оренбургском университете. О том, что у российской науки есть будущее, уверена и Альбина Вялкова. Особенно сейчас, когда признано внедрение исследований в развитие прогресса. Заслуженный врач России полвека посвятила детской нефрологии. Ее ученые труды легли в основу лечения и предупреждения серьезных заболеваний. Нафрология – это та отрасль медицинской науки, которая освещает вопросы одной из приоритетных заболеваний, заболевания органов мочевой системы – почек. Это жизнеугрожающие состояния болезни, это прогрессирующие, это инвалидность, этого не должно быть у детей. Дети не должны болеть. 58 ученых и научных сотрудников сегодня стали лауреатами премии губернатора Оренбургской области. Это признание на уровне региона и большой вклад в мировую науку. Сегодня необходимо ориентировать все научные работы на нужной области. У нас широко развивается сельское хозяйство, медицинское, машиностроение, годно перерабатывающие и газовые промышленности. Поэтому я прошу вас сосредоточиться на решении этой задачи. Это будет лучший план науки в развитии региона. 2021 год объявлен Годом науки и технологии. Около полутора тысяч оренбуржцев имеют кандидатские и докторские степени. Среди них – молодые ученые. Заслуженные награды за первые значимые разработки они получат уже завтра. Ольга Энгель, Семен Воробьев, Новости дня. Это Новости дня. И вот что будет далее в программе. Соцвыплаты на новое жилье. 25 семей улучшат свои жилищные условия. 600 миллионов рублей для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Как можно распорядиться государственными деньгами, если остался без работы? То мороз, то оттепель. Погода на предстоящую неделю от синоптиков областного гидрометцентра. Это Новости дня. Мы продолжаем. В 2021 году 25 оренбургских семей улучшат жилищные условия. Такие возможности дает программа «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает портал правительства области. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат семьи, проживающие в сельской местности. Программой предусмотрено введение жилья общей площадью 1600 квадратных метров. Впервые в Оренбуржье будет реализовано мероприятие по строительству жилых домов по договору найма. Два дома площадью 75 квадратных метров каждый будут возведены в Северном районе. Продолжится и выдача сельской льготной ипотеки. По этой же программе продолжится строительство дорог с твердым покрытием. Запланирована реконструкция автомобильной дороги подъезд к селу Яковлевка в Осикеевском районе протяженностью почти километр. В рамках программы планируется компенсировать сельхозтоваропроизводителям до 90% затрат, предусмотренных на обучение 8 студентов и прохождение производственной практики 36 студентов. И теперь к ситуации на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Более 600 миллионов рублей будет направлено на поддержку оренбургцев в трудной жизненной ситуации. Губернатор назвал такую сумму беспрецедентной. Меры поддержки жителям области Денис Паслер обсудил на личной встрече с министром социального развития области Татьяной Самохиной. Данная государственная поддержка будет оказана в рамках социального контракта. На заседании правительства области были внесены изменения в порядок предоставления соцпомощи. Так впервые в рамках социального контракта оренбургцы смогут заниматься предпринимательской деятельностью, вести личное подсобное хозяйство, искать работу, обучаться новой профессии. Государство помогает человеку выйти из трудной жизненной ситуации, поправить свое финансовое положение. Тот, в свою очередь, берет в рамках соцконтракта на себя обязательства выполнять абсолютно все пункты той программы, которая будет для него разработана. То есть человек обязуется и трудоустраиваться, и обучаться, и если есть какая-то зависимость, лечиться, то есть заниматься своей семьей, детьми и так далее. То есть это вот такая большая работа совместная. Пандемия сказалась на доходах оренбургцев. Господдержка в сумме 600 миллионов рублей выделена из бюджета всех уровней. Так, индивидуальные предприниматели смогут получить до 250 тысяч рублей, порядка 100 тысяч рублей личное подсобное хозяйство. Сумма беспрецедентная. Ранее таких поддержек не было. И я надеюсь, что этот закон, который мы приняли, он все-таки отработает, будет поддержкой жителей в Оренбурге. И они оценят эту поддержку, воспользуются. И самое главное, найдут для себя и для своих родных и близких и занятость. Ну и поддержаны будут в трудной жизненной ситуации, потому что одна из мер, и в том числе и эта. В правительстве области планируют, что в этом году будет заключено более 7 тысяч контрактов с оренбуржцами. В приоритете – помощь семьям с детьми. На сегодня принято порядка 160 заявлений. И о спорте. В Оренбурге завершились матчи отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу. Сборная России одержала две уверенные победы. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Юденичу. Спасибо, Татьяна. Сенсации не произошло. Наши были на голову сильнее соперниц. Суммарный разрыв за две игры составил ровно 100 очков. После крупной победы над Эстонией, россиянки со Швейцарией сыграли еще ярче. Четыре года назад на подобном же отборе на Евро-17 наша сборная с трудом переборола неуступчивых соперниц. Но сейчас иные времена. С самого начала оба счета захватили наши большие – Вадеева-Смусины. Только в стартовой четверти набравши на двоих 17 очков. Швейцарки не питали никаких иллюзий. Даже несмотря на то, что чуть не половину второго периода хозяйки отказывались попадать в кольцо. Но затем точно бросила недавний дебютант Курильчук и как прорвало. К большому перерыву россиянки убежали вперед на 26 очков. Но не остановились на достигнутом и энергично наращивали преимущества. Немного были ошибки в защите и было много потерь. Нам нужно сделать их меньше. И я думаю, что игра у нас становится уже лучше. В начале третьей четверти с нашей стороны забивали исключительно хозяйки паркета – игроки Надежды, Шилова и лучшая в матче с эстонками – Комарова. У россиянок на площадке получалось все. От тактического нападения до дальних бросков. За пару минут до финала «Сирены» разменяли сотню. А в итоге выиграли с таким же разрывом, как и в ноябре – плюс 56. Совершенно неудержима была лидер сборной «Центровая» Вадеева. 25 очков, 11 подборов, 5 передач, 4 блокшота перехват. 16 баллов набрала Мусина. 13 у Курильчук, 10 у Комаровой. Все хорошо себя проявили. Надеюсь, что продолжим так же работать все вместе и останемся командой. Итоговый счет матча со Швейцарией – 103-47. Россия выиграла группу и отобралась в финал Евробаскета. Вы боролись, вы бились. Вы заслужили выход на Европу. А дальше пойдет очень-очень тяжелая работа. Я попугать вас не хочу, но вот все, кто здесь есть, я в первую очередь желаю в чемпионате хорошо сыграть на чемпионат России и Евролиги. В ноябре 2019-го россиянки начали с поражения в одну очко от босниек. И с тех пор одержали 5 побед из 5. А организация квалификационного окна в Оренбурге получила высокую оценку руководства РФБ. Я в свою очередь хочу поблагодарить Оренбургскую область за возможность провести здесь две игры по квалификации третьего окна. Они сделали огромную работу как Оренбургской области, так и Федерации баскетбола. Финальный этап чемпионата Европы пройдет летом в Испании и Франции. Волейболисты «Нефтяника» 21-й тур российской суперлиги проводили в Нижнем Новгороде с АСК. Дома в октябре оренбуржцы победили со счетом 3-1. Но нижегородцы, ни шатка, ни валка, начав розыгрыш, набрали такой ход, что не остановить. В новом году АСК не проиграл еще ни разу. И победную поступь «Нефтянику» остановить не удалось. В первом сете хозяева были убедительны 25-19. В следующей партии оренбуржцы всерьез взялись за дело, довели до баланса, на котором, увы, уступили 25-27. А вот следом добились таки локального успеха 25-21. Правда, волжане сразу же вернули долг с тем же счетом и таким образом реваншировали за поражение в Оренбурге. Ключевым фактором стала подача хозяев, с которой наши не справлялись в ключевые моменты. Один только титич сделал 4 эйса. Отметим, что наши добирались до Нижнего Новгорода около суток и прибыли в день игры, что, конечно, не улучшило физическую готовность. В эти выходные в домашнем матче будем принимать петербургский «Зенит». В турецком «Белике» завершились вторые тренировочные сборы футбольного клуба «Оренбург». Под занавес наша команда сыграла два контрольных матча. Со счетом 2-1 выиграла у молодежки Краснодара и сыграла в ничью 0-0 с Аланией. На несколько дней домой и в пятницу Оренбург вернется в Турцию. На третий этап – предсезонной подготовки. Татьяна. Спасибо, Анатолий. Авторская рубрика нашего спортивного обозревателя в каждом выпуске новостей не пропустите. А сейчас о погоде. Сколько продержатся морозы? В Оренбурге снова холодно. Утром во вторник температура опускалась до минус 30, а местами до минус 35 градусов. При этом, как сообщают синоптики, потепление не за горами. Сейчас восточные районы Оренбуржья находятся под влиянием циклона. При этом с запада к нам приближается зона повышенного давления. Ее влияние оренбуржцы уже ощущают. Температуры понизились, погода ясная. По словам синоптиков, холодно будет до среды. Ночные температуры в начале недели будут опускаться до минус 34 градусов. Дневные – минус 20, минус 25. В отдельных районах немного теплее. В среду под влиянием циклона температура понемногу повысится. Пройдут осадки в виде снега. В западных и южных районах возможна метель. Постепенно температура повысится до плюс 3 градусов днем и ноль, минус 5 ночью. В четверг и пятницу во многих районах пройдут осадки в виде мокрого снега. Ветер сменит направление с западного на южное, юго-восточное. По словам специалистов, такие перепады температур вполне характерны для резкоконтинентального климата. Вот буквально 5 февраля у нас был абсолютный максимум в зафиксированном городе Оренбурге. Он почти на 1 градус выше, чем до этого был абсолютный максимум 2016 года. И буквально через два дня мы с вами наблюдаем такие резкие понижения температуры и аномальные, можно сказать, холодные погоды в течение нескольких дней. Синоптики предупреждают, на этой неделе местами возможен туманный гололед. При этом в воскресенье ожидается небольшое похолодание. Дневные температуры будут держаться на уровне 0-5 градусов, ночные – минус 1-6. Пока это все новости. Впереди вас ждет еще важная коммерческая информация. Не переключайтесь. Рыба Камчатки в Оренбурге. В ДК «Газовик» вы сможете приобрести рыбу, привезенную из Камчатки. Для истинных гурманов представлен широкий выбор угощений и, как всегда, богатый ассортимент рыбы и морепродуктов – горячего и холодного копчения. Вся рыба выловлена в естественной среде. Наша рыба коптится на натуральных опилках. Это позволяет сохранить полезные качества продукции. Разнообразие деликатесов впечатляет. Потрясающая чавыча, которая является царицей лососевых рыб. Нежнейший палтус. Очень вкусный балык белой рыбы. Кижуч, нерка, форель. Есть и в оси сельдь. Вся рыба малосоленая. Для гурманов – красная икра. Рыба богата омега-3 жирными кислотами. Настоящую камчатскую рыбу вы сможете приобрести с 10 по 14 февраля в Дворце культуры «Газовик».